Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире международные новости в студии Анна Федорова, главным темам этого понедельника. В ЕС определились с кандидатурами на четыре высших поста. Новый глава правительства Греции пообещал вывести страну из кризиса. Ватиканские и российские врачи закрепили сотрудничество. Лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе утвердили кандидатуру на четыре ключевых поста ЕС, передает портал ntdtv.ru. Главой Еврокомиссии вместо Жанна Клода Юнкера может стать министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен. На пост главы Европейского центробанка выдвинули нынешнего главу МВФ Кристин Лагард. Ложность председателя Евросовета, который в настоящее время занимает поляк Дональд Туск, может отойти экс-премьеру Бельгии Шарлю Мишелю. Верховным представителям ЕС по иностранным делам предлагают сделать исполняющего обязанности министра иностранных дел Испании Жозепа Борреля. Ныне эту должность занимает Федерико Магеррини. Теперь новые кандидатуры должен одобрить Европарламент в новом составе. Мандат нынешнего руководства ЕС истекает 31 октября. В Греции избрали нового премьер-министра. Как сообщает портал vesti.ru, лидера партии «Новая демократия» Кириакаса Мицатакиса приведут к присяге уже сегодня. На парламентских выборах он набрал около 40% голосов. Правящая партия Сириза и нынешний премьер Алексис Ципрос примерно на 10% меньше. В новом обращении новый глава правительства пообещал вывести Грецию из кризиса. С 2013 по 2015 годы Мицатакис занимал пост администра административных реформ. В 2016 году возглавил оппозиционную партию «Новая демократия». В качестве лидера этой партии Кириакас Мицатакис прилетал в Россию, встречался с Владимиром Путиным и выступал за улучшение связи между Москвой и Афинами. Премьер-министр Греции Алексис Ципрос уже признал поражение и поздравил оппонентов с победой. Итоги голосования позволят «Новой демократии» самостоятельно сформировать кабинет министров. На юге Китая эвакуировали три сотни местных жителей. Двухдневные проливные дожди в Гуансиджуаньском автономном районе вызвали масштабное наводнение, сообщает МИР24. Вода пребывала стремительно. Люди опасались самостоятельно переходить на другую сторону улицы. Им помогали добровольцы и спасатели. Некоторых местных жителей снимали с деревьев и на лодках перевозили в безопасное место. Улицы городов превратились в реки, затоплены подземные переходы и первые этажи зданий. Дожди практически по всей стране идут с небольшими перерывами почти месяц. Власти делают все возможное, чтобы ликвидировать последствия стихийного бедствия. Часть людей уже удалось эвакуировать, они находятся в безопасности. На месте продолжают работать спасатели и волонтеры. Сегодня в России отмечается ежегодный День семьи, любви и верности. Праздник был учрежден в 2008 году. Довольно молодой, но уже полюбившийся жителям нашей страны. Во всех регионах России сегодня пройдут сотни различных мероприятий. Концерты, благотворительные акции, флешмобы, посвященные семейным ценностям. Кроме того, к этому дню приурочено вручение медалей за любовь и верность. Ими награждают супругов, проживших в браке более четверти века. Известный новозеландский христианский служитель и евангелист, живущий в Соединенных Штатах, Рей Кемфорд, нуждается в божьем исцелении и утешении, так как у него серьезные проблемы с почками. Ему уже сделали две операции на почках, еще предстоит две. Третья операция по удалению почечного камня оказалась неудачной. Четвертая операция будет через месяц. Несмотря на проблемы со здоровьем, Кемфорд делится Евангелем с медицинским персоналом. Врач в машине скорой помощи был очень открыт для Евангелия, пишет Кемфорд в своем блоге. Мне также удалось свидетельствовать медработнику, который вез меня в операционную на первую операцию. Это довольно длинная поездка, поэтому она дает время для свидетельства. После того, как мы поговорили, я поблагодарил его за то, что он выслушал меня и проявил любезность, потому что, возможно, это могли быть мои последние слова. Кемфорд благодарит всех за молитвенную поддержку и просит еще молиться за него. Церковь Grand Rapid First в Вайоминге погасила медицинский долг 2000 семей. Об этом служители церкви рассказали 30 июня, сообщает портал Invictory со ссылкой «На во свете» и «Брейд Брейд». Церковь перевела почти 2 миллиона долларов на медицинские счета малообеспеченным людям. Сегодня эти 2 миллиона долларов США полностью покрыли медицинские долги для 2000 семей, сказал во время воскресной проповеди ведущий пастор Сэм Риджфкогель. Риджфкогель впервые узнал о программе по списанию медицинских долгов в RIP Medical Debt, когда одна из техасских церквей попала в заголовки новостей, оплатив 10 миллионов долларов медицинских долгов. В соответствии с законом о неприкосновенности частной жизни церковь не будет знать имена людей, которых она благословила своим пожертвованием. Ватиканская детская больница Бомбина Джезу и Министерство здравоохранения Российской Федерации подписали меморандум, направленный на укрепление двустороннего сотрудничества в сфере здравоохранения и научных исследований. Передает благо Вестинфо со ссылкой на Ватикан Юз. Соглашение предусматривает разработку проектов с участием больницы Бомбина Джезу и медицинских учреждений России. Меморандум был подписан 4 июля в Риме представителем госсекретариата Святейшего престола Монсеньором Паулу Бодже и министром здравоохранения Российской Федерации Вероникой Скворцовой. Больница Бомбина Джезу уже активно работает в России со специализированными обучающими программами по неврологии и нейрохирургии. Для медперсонала некоторых московских детских клиник, в частности, помогая проводить диагностику и лечить детей с эпилепсией. В Польше сотрудника шведской компании IKEA уволили из-за его высказывания против прав ЛГБТ-сообщества, пишет Бог.ньюз со ссылкой на Christian Post. После того, как в мае компания провела событие, поддерживающее людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией, один из сотрудников не смог поступиться со своими христианскими ценностями и разместил комментарий во внутренней сети компании. Он процитировал два стиха из Библии, где говорится о том, что подобного рода отношение – грех перед Богом. Компании IKEA это не понравилось, так как они выступали за равенство прав каждого человека в обществе, они решили, что сотрудника необходимо уволить. После этого мужчина подал в суд на компанию. Это не первый случай, когда IKEA вызывает гнев польских католиков. В 2008 году некоторые польские католики бойкотировали IKEA после того, как сеть товаров для дома представила в своем каталоге пару геев. Это были все новости на сегодня. Еще больше актуальных новостей смотрите на нашем сайте. Его адрес – www.tbndfestiv.com. Я же с вами прощаюсь. Увидимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин